Не могу не спросить также про РДК и Легион Свободная Россия, а также то, как они нашумели в Белгородской области. Какая главная военная и политическая цель здесь? Военная цель никакой, потому что когда идет... Светан очень хорошо рассказал про это дело. Военный, он человек военный, то есть он лучше меня разбирается во всех военных делах, хотя у меня там была военная кафедра в институте, у меня были военные сборы. У меня погоны были, я был числил с каким-то майором КГБ, а сейчас они меня произвели, кстати, в полковнике запаса, будете смеяться, в 19-м году, чтобы троллер такой, чтобы я оставался в резерве, в запасе вооруженных сил до 65 лет, что если они меня выкрадут, когда-нибудь вернут в Российскую Федерацию, чтобы судить меня не гражданским судом, а судом военного трибунала. Ну ладно, это к слову пришлось. Вот, и Светан сказал, что, ну, во-первых, это страна дураков, идиотов непуганных, а военной цели там не было никакой, потому что когда разведрота или разведбат выходит куда-то на разведку боем, то его военная задача обнаружить противника и все там прощупать боем, что есть у противника, а выяснилось, что никакого противника там нету с другой стороны. То есть они бы хотели бы найти его, найти там, пострелять с кем-нибудь там, а они щупнули, опа, нету, опа, нету. Это, знаете, это как каратэ. Вот когда вы бьёте куда-то там, да, то и вот если там фейс какой-то встречает ваш кулак, то тогда происходит физический контакт, и, значит, дальше по законам физики действие равно противодействию и так далее. А вот когда вы бьёте в это, а там вата, там ничего нету, там пустое пространство, то и дальше это получается, вот как у Брюса Ли в китайских фильмах. И они, значит, ну на самом деле это ёрничание, потому что главный военный результат именно этот. Они убедились, что Российская Федерация закопала 10 миллиардов в зубы дракона, которые не работают. Российское ФСБ имеет погранслужбу, которая не выполняет своей работой, а, строго говоря, не имеет никакой погранслужбы. Это военный результат. Они установили, что по ту сторону границы нет никаких войск. Вообще никаких, вообще, как говорят по-русски. Никакого МВД нету, никакой Росгвардии, вообще нету никого. То есть вот садись на танк, то есть вот украинские ВСУ пытаются освободить свои территории, где-нибудь там в Луганске и в Донецке, и вот рогом упираются 9 лет в одни и те же окопы, там верденские, да, там линия Можино, значит, ни одни, ни другие не могут продвинуться никуда, ни туда, ни сюда, потому что перекопано уже 3 линии обороны. Если отойдут, то следующие линии обороны и так далее. А вот, ребята, садитесь на танки, Белгород, а дальше Москва, вперед, 500 километров, и все. И Светан говорит, там, можно прошвырнуться туда-обратно за день. Ну, это он приврал, конечно, потому что на танки не доедешь за 2 часа до Москвы. День туда-день обратно. Ну, вот день туда-день обратно совершенно спокойно. Приехал на танки, стрельнул по Гове, по Кремлю или там по Ново-Огарёва и уехал обратно в Украину. И все. Вот, вот что они, вот что военные результаты этого дела. А политический результат, я это разобрал с Юрой Гимельфарбом у себя на канале, у него на канале. Мы сделали передачу специальную, политические итоги вот этой операции. Если кто хочет, приходите либо ко мне, либо на Юрой Гимельфарбом, на его канал, посмотрите. Самое главное, но в двух словах вот что. Это что в Российской Федерации нет такого понятия, как государство. Государства нету, института государства нету, институции государственной нету. Потому что что такое государство? Государство – это мера принуждения, главная задача которой, вот первая, главная, основная задача – обеспечение безопасности жизни людей, которые живут на территории этого государства. Вот путинское государство эту главную задачу не выполняет, по крайней мере, в Голоде Белгороди и в Белгородской области. Вот это политический результат всего этого дела. А дальше политический результат – это показать, что россияне с ружьем, человек с ружьем. Был такой советский фильм. Старый советский фильм про революцию. Человек какой-то приходит, крестьянин какой-то к Ленину туда, приехал в Питер или в Москву, не помню уже когда, и говорил, Владимир Ильич, что нам там сделать? А он говорит, вот там ты, человек с ружьем, давай приезжай, вот вставай к нам в ряды Красной Армии, и будешь вообще тут бить потом Белых, потом Антанту и так далее. Вот. И ребята доказали, что есть ребят с российскими паспортами, которые уже 9 лет на той стороне ходят с автоматами Калашникова. Умеют ими пользоваться, очень хорошо умеют пользоваться, потому что бойцы. И они, у них российские паспорта, и то есть вот когда закончилась вся история с повреждением Украины, они вот потом, вот украинцам не нужна российская территория по ту сторону границы. А вот этим ребятам, это их родина, это их государство, это и они туда вернутся когда-нибудь, человек с ружьем, и вот они-то до Москвы-то могут дойти вполне спокойно совершенно. Точно так же, кстати, как и товарищ Пригожин, который сказал еще замечательную вещь, почему его манифест еще интересен. Он сказал, что начало войны Путина – это ошибка. Да, да, да. Вот, вот что главное, что он сказал, потому что такого уровня заявления кроме него не делал никто. Хотя, кстати, были уже какие-то люди, которых приглашают даже к Соловьевой и к Скамейкиной, и они там тоже говорят, что, в общем, ошибка, что все, бардак какой-то. И вообще пора, кстати, заканчивать этот бардак, возвращаться там, вот я слышал какого-то, удивился тоже. Я вообще привязываюсь теперь, знаете, у меня как, я взял автомобильное кресло теперь, и у меня тут эти ремни безопасности, потому что я последнее время слушаю, и если не привязываться к этому креслу, то падаешь бы с него там каждые пять минут. Потому что, ну, дошли уже, все уже, все уже, в России уже все эти военные корреспонденты, у Скамейкиной, у Соловьева уже говорят, Путин козел, абсолютный козел, вообще куда идем, вообще что там происходит, в России все делаем. Шеф, все, все пропало. Это, клиент уезжает, гипс снимают. Вот. Так что вот такие итоги. То есть военные, это понять, что противника нету, и что путь до Москвы свободен. Раз, и все самое главное. А политически то, что есть потенциально политическая сила, вооруженная, которая может в отдельной взятой Белгородской области установить Белгородскую народную республику и пригласить ее независимо от Российской Федерации, да, а также на территории Российской Федерации уже есть какие-то там партизаны, которые вот они там спускают потом под откос поезда, они забрасывают военкоматы какими-то там коктейлями Молотова, там везде пожары какие-то, везде курят в Российской Федерации. Ну, в общем, что война пришла в родную хату, к ним туда, по ту сторону границы. Вот коротко то, что было сказано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова